Ну что ж, всех приветствую, я Ник Берт, и сегодня мы с вами посмотрим на игрушку Страха Ларина, которая вышла в релиз 9 марта. Данная серия игры, Firefly Studios, очень хорошо развивалась, все мы помним такие шедевральные игры, как непосредственно первый Stronghold, который ныне в стиме называется Stronghold HD, а все-таки последующие серии игр, которые выходили, получались еще более лучшими и получали свою изюминку в данной серии. Ну что ж, именно сейчас мы будем с вами говорить не об тех играх, а об этой, и поначалу мы с вами посмотрим, что нам предлагает одиночная игра, компания. Давайте начнем с компании, посмотрим, что там нам предлагают непосредственно разработчики, и просмотрим, что там есть. Ну и непосредственно мы с вами видим компании, которые нам доступны, но поначалу нам нужно прийти, я так понимаю, обучение. Продолжение следует... Король Хунг обратил свое внимание на племена на севере, и теперь его армия движется к границам. Ну как все начальные заставки во всех играх в серии Stronghold, они есть, озвучка есть, русская локализация полностью. А вот что мы встречаем, уже обедневшую строчку инструктажа. И что мне не нравится, потому что во всех предыдущих снимах это было. Ну что ж, мы с вами не будем начинать задание, так как это обзор игры. Мы с вами смотрим целом. То есть как бы, вы видите, инструктаж, в прошлых сериях инструктаж озвучивался непосредственно, он был русским полностью. Не только текст, но как бы, и озвучка была. Да, меня это разочаровало. Подсказки тоже есть, и дофига. Ну как бы, вы видите, непосредственно дизайн, разработка всех персонажей на высоком уровне. Ну что ж, к сожалению. Ну ладно, в обучении. В обучении мы не пойдем сами. Пользовательскую сводку давайте посмотрим. Ммм, 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 так. Ну, карт, стандартно, стандартно. Примерно столько же, сколько его там. Но, блин, это очень бедно, я сказал бы так. С даты первого, так сказать, анонса игры, они всего лишь сделали такое бедное количество карт для пользовательской схватки. Это вы понимаете, это много пользовательского. Такое же будет количество у вас карт для игры. Это понимаете, игра разрабатывалась сначала, если я не вру, с начала девятнадцатого года. И как бы два года прошло, мы увидим конечный результат. Как-то бедно. Очень бедно. Ладно, не суть. Мы с вами посмотрим, что мне прилагают. Ух ты, как. Понятно. Ну, это понятно, эксклюзивно. То есть, как бы бесплатно. Это меня радует. Что не остается у них ни длинного. Дальше, что у нас есть? Сетеварь. Игроков тут очень много. Давайте, к примеру, поищем. С нашей стороны. С России. Ммм. Два серая. Скорее всего, очень мало игроков. Ну ладно. Не будем обращать на это внимание. Потому что у нас в России не так много фанатов в данной игре. Но и все равно. Песочницу посмотрим. Песочница это свободный режим, где вы можете спокойно играть на свое усмотрение. Ну что ж, давайте мы с вами песочницу анаталии режим, потому что там. Ну и карты сообщества. Карты сообщества это то есть из мастерской вы можете скачивать карты непосредственно и как бы езжать в пользовательской или пользовательской схватке. Так. Настройки. Настройки понятно. Я не посвящался. Муравьи графики вы видите у меня максимально. То есть я вам скажу, у меня ноутбук Lenovo Apple Pad. А, вру. И до Pad 330. Если кому интересно. Ну как бы я могу включить вертикально, это не сильно изменит характеристики. То есть как бы не очень. Ну что ж, а мы с вами перейдем непосредственно просмотру юниту. Выберем давайте вот карту. Сыграем. Проверим. Посмотрим, что, как и с чем это идет. Да. Они впилили в Stronghold загрузку. Как вы видите, с левой идет значок загрузки. Непосредственно. Это очень плохо. Они услышали. Ваше высочество. Восток ждет вас. Разместите склад. Ваше высочество. Это серьезно. Я попал в Stronghold. Ставил новые Stronghold. Внутряжка было, что-то понятно. Давайте, давайте, посмотрим. Давайте склад. Разместите диамбар. Ваше превосходительство. Нашим бар. Ну, вы знаете, как всегда. Всегда. Заметьте, тут есть сеточка. Для чего? Мне хватало и того, чтобы... Просто вы берете и как бы устремление есть свои границы, которые вы можете ставить. Мне больше всего нравилась механика в Stronghold 2 и Stronghold Dillegend. Потому что, да, там был косяк с тем, что есть баг, в котором они не занимают меньше места. Это меня, как бы, радовало. Ну, мы с вами видим стандартный чейный домик. Тут вот, разнообразная засильная ферма. Ну, и чейный потанцы. Понятно. Горецкие строения. Рынок. Рынок. Ну, вот. Когда же товары? Ну, у всех Stronghold Dillegend это строение бесплатное, кроме Stronghold Dillegends. Потому что, то есть, там была функция, чтобы вы могли автоматически... А, вот оно есть. Управлять торговой. То есть, если вы хотите, чтобы ресурс всегда был, вы автоматически ставите их, примерно, на покупку. Вот мне важно, чтобы всегда была на складе сотка. Но не превышало это количество больше двухсот. Это мне нравится. Старая механика. Ну, консульство и вот посольство, это для военачальников. Это механика уже новая. Об этой механике я вам просто расскажу вкратце. Что это полная фигня. Во-первых, раньше вам не приходилось мучиться. Это не брать в расчет Красайдер и Красайдер 2. Потому что, с Stronghold Dillegends и Stronghold Dillegends были провинции. Ну, как провинции. Это... Потому что, с Варлорд, это как бы китайское... Ну, про Троицарство и всякое такое. То есть, здесь можно это называть провинцией. А там были территории, которые были независимы. А вот теперь они просто изменили эту механику. Вместо вот нейтральных территорий они поставили просто поверх военачальника с помощью вот этого вот штучки консульства и посольства. Которые вам собирают необходимое количество очков, чтобы для управления этим военачальником. Ну, это полный вряд. Фактор страха. Ну, это, знаете, это уже просто переделанный Stronghold 3. Если вот так вот посмотреть. Это серьезно. Это переделанный просто Stronghold 3. Потому что здесь вот это окошко полностью, оно было сверху. Они его просто перенесли. Да. Арсенал... Понимаете, эта игра не стоит вот этих денег, которые оно за себя предлагает. К примеру. Вот зачем, зачем мне вот это вот... Разнообразие жилых домов... Да, я могу спокойно нахреначить обычных хижинок и все. В чем смысл? Как бы... Наши запасы риса уменьшаются, ваше превосходительство. Я вот понимаю, что я просто сижу разочаровываюсь в этой игре. Ну, вот о чем мне вам еще рассказать. Первое. Они просто... Изменили дизайн игры. Изменили... Карту. Добавили... Новых деталей. Но, понимаете, то, что вот это вот... Они убрали все старое. Они... Могли сюда привезти... Какие-нибудь додзи. Ну, это к примеру. Вы понимаете? Потому что... Были же в те времена... Времена Троецарствия. Да неважно. Были все равно какие-то развлекательные такие бои. То есть, публичные развлекательные арены. Или что-то такое, что дополняло те века. К примеру, как в Стэнхлуде Втором. У вас... Были... Точнее, у вас там есть в Стэнхлуде Втором постройка для рыцарских турниров. То есть, вы ставите ее. Она приносит вам счастье и престиж. А здесь... Здесь что? Здесь вот эта вот штука. У нас почти закончился рис, ваше высочество. Которое может просто... Повлиять на вот это вот. Да, там... Турнирная тоже влияла на... Произведительность рабочая. Она снижала ее. Ну, блин. Вот это вот все. Площадка событий. Вот та-та-та-та-та. Дальше, видите? Оно тут как бы влияет. Оно может как... И положительный. А может и отрицательный сыграть. То есть, непосредственно вот он. Это отрицательный. А это положительный. Но все равно, это не то. Это не то. Оно. Это просто здание, которое вы ставите. Оно работает. Ммм... Да. Очень бедно. Ммм... Вот, к примеру... Вот она, картовая начальников. Но она сейчас недоступна. Потому что, если у нас здесь нет ничего ничего. Нам... Ничего не видно. Я вам скажу, эта игра не стоит тех денег. Те, кто коллекционирует эту игру. Они... Могут ее... Подождать, пока она будет по новой скидке. То есть, сейчас она продается 10 процентов. Это буквально минус 100 рублей. Ну, вы понимаете, зачем платить за вот это? То, что они перенесли, переделали... Stronghold 3. Просто привезли в дизайн. Юниты переделали. Да, мы с вами не видели юниты. Я вам скажу. То, что я там видел... Меня очень сильно разочаровало. Да. То, что... Тут творится... Это... Ни о чем. К примеру... Взять... Старных Ложилегенд. Он был своей изюминкой. У него была изюминка. Изюминка его состояла в том... Что вы могли играть... За три разных народа. Зло. Ну, это непосредственно Влад. Артур. И Зигфрид. Ну, Снежный. Северный король. Будем его так назвать. То есть... У них были разные юниты. Разные постройки. То есть... Там была изюминка в том, что... Непосредственно от выбора у вас что-то было... И... Того, что у вас нету... Что есть у других. А тут... Это вот... Принесенный... Вот... Я уже сколько раз сказал. Это принесенный Стронхил третий. За вот это вот... Платить... Тысячу. Я за Стронхил третий... Когда он вышел... Заплатил... В... Где-то в четыре раза меньше. В четыре раза меньше. В... 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 Т... Ну, грубо говоря... Тысячу... Треста. Вот четыре раза... В... 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 Сейчас я не знаю, сколько он в стиле стоит, но... Ну, да, как бы... Те, кто коллекционирует, я вам скажу так... Эту игрушку я вам сейчас не советую покупать. Потому что... Затраты на эту игру большие. На сути их дней ноль. Эээ... Юниты там некоторые, я вам скажу так... Они переселены из красавера вообще... Некоторые юниты... Некоторые юниты, как духовые, вот... Эти... С палками духовыми бегают. Ладно, они новые, но они вообще не щебродские. Эээ... На... В... Физике я вам скажу физика там есть. Ну... Понимаете, эта физика приехала на... В... 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 это вообще там такого нету, то есть у вас там баталии чисто будут проходить своими катапультами, защитными сооружениями и тараном, грубо говоря. И так я в полном боевку не смотрю, потому что у меня на ютубе глаза уже вытекали после того, что я увидел того, что там наснимали компанию. Я не вижу изюминки в этой игре, я просто нету. Кто-то считает, что изюминка это фото, оно у тебя прямо на глазах, то что это, блин, Три царстве, типа про Азию. Я расскажу вам, но вот это мое мнение, грубо говоря, какой смысл от этого, если тут ничего нету нового. Все это пережитки старых игр. Как бы какой смысл? Так что, ребята, много словить, много не буду. проходить эту игру я не собираюсь. После данного обзора, когда он даже выйдет, я уже верну эту игру обратно. Я ее не буду сейчас покупать, потому что она стоит очень дорого для того, что я увидел на релизе. Моя оценка очень плохая. Она не положительная. В игре, блин, ничего такого, чтобы меня заинтересовало. Даже смотреть на компанию. Компания, блин, она тоже с кроссайдера. Вы там выбираете одного прокурорца, за него идете хреначить, потом выбираете другую прокурорца, идете за него другого хреначить. И, короче, вот так вот, как в кроссайдере это все повторено. То есть вы начали за него проходите там определенное количество, даже я сейчас посмотрю. Компания, ааа, тут вы за него проходите 6, со следующего примерно столько же. Ну, как бы, кому это будет интересно, я вам скажу так. Как бы так. Я вам скажу, что это не стоит того. Если вам что-то интересное, типа вот наподобие вот такой вот компании, я вам скажу, пфф, да идите сходите кроссайдер в том, купите, он это дешевле и его оценки выше. Но скажу вам так, это не то. Это не то, что хотелось увидеть. Ну, а по поводу пользовательских карт, я вам скажу так. Тот вот, нет того, что заинтересует вас. Это можно сказать, приехал нам с далекого 2006 года, ребят. когда не было ни царя, ни просто схватки, типа по экономике, по военной мощи, там по очкам, вот даже в кроссайдере, насколько я помню, там где-то непосредственно сама игра по очкам во втором. Я в ней играл, но я так и не уловил смысл. с нами на этой пачкам игры, потому что там в этот счет идет. Ну, короче, мы не будем еще оставаться, надо подробности. Кто играл, кто знает. Ну, что я еще могу сказать. Для компьютеров 18-го года. Ну, я дам уже, по-моему, и старее. 18-го года. Ну, интересно посмотреть по мнению. Идеопат 330. То есть, у меня что посмотреть характеристики. И прикинуть, что это игра. А, максимал может прийти даже на пикантре, но, может быть, он на полу не играет, если что. Ну, что ж, всем спасибо за просмотр. Это был обзор и рецензия данной игры. А игра у нас называется Stronghold Warlords. Ну, а с вами был Ник Белл. И спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...